Здравствуйте, товарищи! Очень рад вас видеть и хочу вас, ну не то чтобы удивить, не то чтобы порадовать, потому что вы уже все знаете, вы уже раньше меня все это слышали, безусловно, в силу того, что я не слушаю новые альбомы в интернете, а жду, когда появится пластинка винилая, потому что музыканты записывали альбом, печатали его на виниле, и я хочу полноценно получать впечатление, а не какие-то там клипы смотреть в YouTube. Хотя потом уже, конечно, нет, я много чего смотрю, много чего слушаю, это я тут, конечно, прибираю немножко, но когда выходит новый альбом The Rolling Stones, я никогда ничего не включаю, не ищу ничего, а жду, когда увижу пластинку, куплю ее, принесу домой. То же самое с Deep Apple. Вот он, наконец-то, совершилось, случилось. Никто не мог предположить, в 1975 году, или там в 1900... Каком? Когда я его слышал впервые, Deep Apple? В 1972 где-нибудь, а то, может быть, и раньше. Нет, наверное, в 1972-1973. Что в 2024 году я буду еще жив и буду слушать новый альбом группы Deep Apple. Это просто за гранью, это уму непостижимо, это осмыслить невозможно. Я вспоминаю себя, школьника, там, мне 12 лет, я хожу в школу, слушаю Deep Apple, первые какие-то альбомы на магнитофоне, запись магнитофонную, да, на ленте. И для меня 2000-й год-то был, где-то вообще за гранью понимания, а 2024-й, уж извините, просто это какой-то космос. Но я здесь, и он здесь. Это полный кайф. Вообще я слушаю, многие уже заметили, что я слушаю очень разную музыку, очень много всего. Так же, как и все мои друзья, все мои знакомые моего возраста, спектр очень широкий. То есть людей, которые слушают хард-рок и больше ничего, у меня таких знакомых нет вообще. Ни одного. Ни одного. Все мои знакомые, и я в том числе, слушаю музыку, начиная от блюза 30-х годов прошлого века, джаза, и эстрады даже 50-х годов, и дальше рок-н-ролл, и все-все, что вышло из рок-н-ролла. Дальше и смесь с джазом, и фьюжн, и авангард, и рок-н-позишн, и все-все-все-все-все-все-все-все. Это у нас в головах есть. Но, тем не менее, я люблю очень много групп, много лет. Например, тот же самый Deep Purple. С детства, конечно, я люблю. Эта группа уникальная, и уникальность ее заключается в том, что, во-первых, она до сих пор существует, до сих пор играет, но таких групп немного осталось. Там, Джет Ротал. Кто бы что ни говорил про то, что это группа Яна Андерсона, это не Джет Ротал, а это Джет Ротал. Там все нормально. The Rolling Stones, конечно же. Ну, и еще несколько коллективов, в том числе Deep Purple. Уникальность я вижу еще в следующем, что группа-то играет музыку, которая условно у критиков, у слушателей, так сказать, называется хард-рок. Ну, хард-рок, и такое понятие растяжимое, на самом деле, и такое неконкретное, как название любого стиля. Абсолютно. Настолько разные группы, разного качества, разную музыку играют. Но вот стиль, в котором начали играть Deep Purple, во втором составе своем, с 70-го года, условно говоря, он так и выдержан до сих пор, он так идет, 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 и удивительным образом он сохранил свою цельность. И при этом звучит он современно сейчас. Очень много есть коллективов, которые играют вот этот самый гитарный, тяжелый, как бы, рок-70-х, как им кажется, да, и звучат как-то уныло и архаично. Я не буду обижать никого, но у меня такое впечатление, там, от групп, там, скажем, говорят, One Fleet, например. И много-много-много еще. Люди играют стилизацию. А это никакая не стилизация. Это такой вот ручей, как бы, звуковой, да, который течет из 70-го года, прошлого века, извили, по извилистому руслу, потому что там определенные изменения, все-таки стилевые и звуковые, присутствовали. Например, там, какой-то омут темный был в период записи альбомов Бёрн и Штон Брингер, потом из этого омута, как-то, ручей дальше поплыл, поплыл, поплыл. И вот, минуя риффы, минуя всякие критические отзывы, минуя изменения моды, всего, он, вот этот ручей, он так и влился в 2024 год. Раз, и все. И при этом звучит современно и не кажется самопародией, не кажется самоповтором. Абсолютно группа существует, как существовала. Выпускает альбом за альбомом, правда, с большими временными уже промежутками, но, тем не менее, новый альбом, потом еще один альбом, и все это Deep Purple, и все это новые песни, новая музыка. Современное звучание, потому что это естественно, потому что меняются инструменты, меняются пульты, меняются обработки звука, меняются продюсеры, меняется все. Достигать, добиваться того же самого звука, это уже делать стилизацию. А это неинтересно. Ну, что стилизацию делать? Стилизацию любой может сделать человек, любой музыкант. Обложка мне очень нравится, я к альбому все-таки прихожу к этому. Взрослая обложка, без всяких этих идиотских драконов, каких-то ведьм, колдунов, вот эта пошлятина, на самом деле, такая пошлость, так плохо все это нарисовано, и так бездарно по идеологии по своей, что вот Джеймс Дио и был выгнан, между прочим, Блэкмором из группы Рейнбоу за увлечение вот этими самыми драконами. Блэкмор здесь оказался, проявил все-таки вкус некий. Ну, а эта обложка вообще идеальная. Взрослые люди, которым под 80, что они будут рисовать каких-то уродцев тут, картинки. Молодой гитарист пришел, 45-летний, свежую струю внес. Гилланд поет прекрасно. Кто бы что ни говорил, я читаю рецензии всякие, пишу, у него там связки уже постарели, уже не тот, уже 4 октавы он уже не поет. А скажите мне, пожалуйста, а нахрена вам нужны эти 4 октавы? Вот зачем? Для чего? Если учитывать тот факт, что 99% рок-вокалистов в двух октавах находятся, и ничего все слушают, и все нормально, и всех все устраивает. Две октавы – это очень хорошо. Если человек поет в двух октавах, чисто технично и правильно, я вас уверяю, что 90% слушателей скажут, что это потрясающий певец и вообще лучший в мире голос. А в то же самое время 4-х октавный голос Гиллана и 4-х октавный голос, скажем, Тома Йорка из Radiohead никто почему-то не сравнивает. Все говорят, о, Том Йорк, о, что-то ноет там, ноет. Да какой он певец, говорят люди. А он певец, у него голос в 4 октавы, такой же, как у Гиллана, у Тома Йорка, да, между прочим? И такой же у Питера Габриэла голос, между прочим. И у Давида Бауи голос, кто бы что ни говорил, у него 3,5 октавы. Чуть поменьше, чем у Гиллана, но 3,5 это хороший, это очень хороший оперный диапазон. 3,5 октавы. Это очень хороший. Потому что, в принципе, трех бывает достаточно вполне. Так вот, к музыке мы приходим, про октавы поговорили. Дело в том, что я пластинку успел послушать только полтора раза, поэтому не очень хорошо помню все песни, но альбом произвел на меня впечатление несущегося просто даже не поезда Сапсан, а какого-то японского сверхскоростного не локомотива, а средства передвижения тяжелого и несущегося с адской скоростью. Какая-то ракета на колесиках или на воздушной подушке. От начала до конца он проносится причем нелегковесно, а так врезается просто. Какая красота! начинается он... Да, многие говорят, что... Многие пишут... Я прочитал рецензии очень много. Многие пишут, что старый звук вернулся, вернулся старый дипепл, прямо как будто открываешь шкаф, я цитирую какую-то рецензию, открываешь шкаф старый, и оттуда вываливаются бабушкины шкатулки, бабушкины платья, бабушкины пусы какие-то, и запах пыли вот этот, я с наслаждением перебираю эти шкатулочки, возвращаюсь в свое детство. Вообще даже близко ничего общего нет. Я не понимаю, откуда что берется, чем люди слушают, откуда здесь старые шкатулочки, старые... Ничего тут старого нет, здесь абсолютно все новое, все свежее, все современное, все 2024 года. То есть не по хронологии, а по духу, по смыслу, по звучанию. Все мощно и современно, и нескучно абсолютно. Я думаю, что людям, которые родились в 2000 году, эта музыка тоже понравится. Наверное, я спрошу у дочки, кстати, у своей, да, ее сейчас нет. Начинается похоже, да, формально на Highway Star, да, там полуприжатые струны, тун-тун-тун-тун-тун. Но это только формально, и никакой связи вообще. Ну, может быть, может быть, шутка такая просто. Какая-то... А начинается все с фразы Гиллана «Come on, baby, don't be shy», который полупоет, полуговорит, и ощущение такое, что мы начинаем слушать оперу. Вступление, вот это начало, прямо какой-то запев заговор, как будто «Jesus Christ Superstar» сейчас пойдет, вот такое ощущение. И дальше, что интересно, продолжается в таком же ключе. И это не классическая музыка, не опера, не стилизация классических фраз музыкальных под игру рок-группы, а построение песен такое, так они сконструированы, что мы слушаем монологи Гиллана, который поет, ну, трудно это как-то сформулировать даже, потому что в любой песне, да, голос впереди, он поет, да, музыка играет, барабаны бьют, но здесь как-то вот ощущение такое именно оперной подачи, то есть монолог артиста в сопровождении музыки, не аккомпанемента, а на равных, что нормально, что естественно, да, играется. Но вот ощущение вот этой оперности почему-то меня не покидало всю эту историю. причем песни разные, очень интересные, очень хорошие, шоу мне просто задел такой, сразу мы врубаемся в скорость в эту, с первой песни, дальше продолжается beat on the side, еще быстрее гитарные, вот эти вот самые на заглушенных струнах, и так какая-то пулеметная история. Шарпшутер, следующий номер, третья песня, это уже размашистые рифы, мрачные, тяжелые, но немедленные, все в скорости, все в темпе, но такой размах уже широкий получается. Вообще, в принципе, здесь таких широких, больших рифов нету, здесь все идет под голосом, под мелодической линией основной, под вокальной, и такие короткие, быстрые рифы, повторяющиеся все время, и сыграны, они очень интересны, что мне нравится, по тембру, очень много сыграно в унисон с органом, не знаю, с каким синтезатором, и получается звук такой вязкий, очень, рифы в очень вязком звуке, очень злым таким звуком все играется, очень, как сказать, не объемным, а широким, ну вот вязким, наверное, правильное слово, они такие свинцовые какие-то, мягкий, свинец, вот такие вот, очень интересно, и молодой гитарист, Макбрайт, конечно, тут вовсю, наяривает, играет очень круто, играет он, совмещая стили и Блэкмора, и Стива Морса, и переключается мгновенно, но и от себя, конечно, добавляет очень много, переключается мгновенно, но я продолжу дальше, Portable Door, четвертая песня, очень кайфовая, оптимистичная, размашистая, она какая-то такая, не то, чтобы, даже не буду говорить, что как у Джима Моррисона, там в Дорс элемент кабацкий, такой немножко, нет, но она вот такая размашистая, распевная, быстрая, раскачивающаяся, вот, и очень оптимистичная, потому что Portable Door, и Гиллан всегда может выйти из любой ситуации через свою переносную дверь, специальную, портативную, запасную, очень круто, Old Fashioned Thing, прекрасная вещь, старомодная история, старомодная песня, абсолютно в духе, по мелодике, по гармонии, в духе, прямо классического состава Deep Purple, там, я не знаю, середина 70-х годов, но опять-таки, все звучит очень современно и круто, If I Were You, медленная песня, которая сначала показалась мне эстрадной слегка и неинтересной даже в силу этого, но потом я к ней привык со второго прослушивания, как раз на ней я остановился на втором прослушивании и не успел дальше до конца дослушать. Pictures of You абсолютно просто монументальная история с маршевым ритмом, который в середине появляется, переключается, ритмический рисунок на марш, такой, опять-таки, Deep Purple вспоминается в лучших своих проявлениях, но абсолютно в современном виде. I'm saying nothing, I'm saying nothing, очень злобная, быстрая вещь, про Lazy Soul уже говорить нечего, все ее слышали наверняка, и вот здесь как раз Blackmore'овская игра на гитаре, абсолютно Blackmore'овский звук, даже с рычагом работа похожа, даже подтяжки его бэнды похожи, но вот это задел такой как бы похожий на Blackmore'а, а потом раз переключились уже на современную манеру игры на гитаре. Очень все естественно, логично и круто. No Money To Burn мне очень понравилась песня, I'll Catch You, и если кто-то говорит и пишет о том, что теперь мы перестали играть прогрессив рок, ничего близкого даже нету, потому что Блидина обвез последняя вещь, это всем прогрессивам прогрессив, сложнейшее, длинное полотно, очень интересное, закрученное. В общем, пластинка очень хорошая, просто она очень хорошая, я всем ее очень советую, никакой старины здесь нет, совершенно современная музыка, современный тот самый условно говоря гитарный тяжелый рок, прекрасно звучит синтезатор, клавиши и Хамонтарган присутствует, все присутствует, все как нужно в стиле группы Дзипепл. Группа не изменяет своему стилю, даже вот в этой последней песне, которую я упомянул, Блидина обвез арт-роковом произведении очень сложим, но единственное, что эта песня производит на меня впечатление прощальной. Я не знаю, планировалось ли это изначально, и может быть, музыканты думали о другом, и поставили ее последним номером с другими целями, с другими мыслями, но ощущение такое, как будто и музыканты все, и отдельно Ян Гилан машут нам рукой и говорят пока, пока, ребята. Такое ощущение от этой песни последней, я не знаю, какое оно будет у вас, у меня создалось именно такое. Конечно, будет очень жаль, если этот альбом окажется последним, но в любом случае это очень даже если это будет уходом, это блестящий уход группы, просто блестящая точка. Но я надеюсь, что это не так. Надеюсь, что мы еще услышим и полки наши утяжелятся от новых пластинок группы Deep Apple. Все, я пошел пить, ребята. Ешьте, как я всегда говорю уже, давно, ешьте больше жирного, сладкого, соленого, кислого, маринованного, горького, острого и горячего. И все будет у вас хорошо. Да. А я пошел пить все-таки. Пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok